Добрый день, дорогие друзья! Я приветствую вас! И сегодня у нас в гостях человек, которого вы прекрасно знаете и любите. Это российский политик, к сожалению, пока в эмиграции, экс-депутат Государственной Думы Геннадий Владимирович Гудков. Здравствуйте, Геннадий Владимирович. Да, я желаю кому доброго дня, кому доброго вечера. Все зависит от того, где нас слушают. Это да, но темы явно недобрые. И начать я хотел с катастрофы. Я другого слова не могу подобрать. То, что произошло сегодня, это обстрел калибрами украинского города Винница. Причем калибр, я напоминаю, друзья, это высокоточное оружие. И говорить о том, что там работали по площадям, не приходится. И более того, стреляли днем, когда было много народу, чтобы вызвать наибольшее количество жертв. Геннадий Владимирович, я обратил внимание на одну вещь, что именно в это время проходит в Гаге заседание Международного уголовного суда по привлечению к ответственности военных преступников. Вы считаете, как это? Случайное совпадение? Что вот было, что этот обстрел был именно к этому приурочен? Или это знак какой-то? Ну, не знаю, закладывает ли Путину свидание Международного уголовного суда, или не закладывает. Я не думаю, что это какая-то такая мировая новость, которая привлекает к себе внимание миллионов людей. Может быть, случайно, может и нет. Но сам обстрел не случайный. Вот сам обстрел не случайный. Путин сейчас действует исключительно как террорист. У него оружие террористическое. Это не оружие ведения в бою, это не оружие там уничтожения каких-то целей, это там что-то. Это оружие уничтожения Украины, украинского народа. Он продолжает по личкам геноцида. И это тактика, хорошо продуманная, тщательно взвешенная, абсолютно безжалостная. Это не просто случайно. Вот то, что там часовой, там часовой, как там вот это? Часов-яр. Часов-яр, да. Было разгромлено два подъезда, и там, по-моему, уже список жертв за под 40 человек убитых. Вот. Это не случайность. Что добивается Путин? Он хочет показать, что он способен сокрушить всю Украину. Тылы и прочие, прочие везде, так сказать. Это, что Россия вот такая страна, и никто не может в Украине чувствовать себя в безопасности. Он рассчитывает запугать народ. Он рассчитывает вызвать волну. Волну типа, ну сколько можно нас убивать? Давай там Зеленский договаривайся. Давай с этим дураком договоримся, чтобы спасти жизнь украинцев. Вот он на это рассчитывает. Абсолютно на это. И почему на это рассчитывает, совершенно тоже понятно. Время его кончилось. Ресурс его тает. Поражение его неминуемое. И поэтому он пытается сейчас в истерике вот этой военной психозе, что сделать? Он попытается вызвать эту волну, чтобы эта волна дошла до Киева, чтобы Киев содрогнулся. И увидя, какие жертвы и разрушения наносит Россия украинцам, жителям Украины, пошел бы на мирные переговоры, чтобы Путин мог расторговывать на какие-то условия свои захваченные территории. У него другого нет никакого смысла во всей этой войне. Сейчас он уже борется только за собственное, за сохранение собственной власти. Если раньше он ее хотел укрепить, и таким образом, значит, он рассчитывал, что начав войну в Украине и покорит ее, он там до небес возвысит свой рейтинг, сделается великим и прочим-прочим. Когда он, извините, обгадился в Украине, то сейчас у него задача другая. Что-то продать вот этому быдлу под названием российский народ, который там его поддерживает, вот этому быдлу надо что-то продать, что мы воевали со всем миром, что мы его весь победили, что мы такие крутые, и без меня во главе ничего бы не было. Вот и все. Поэтому он сейчас отчаянно пытается вот этими террористическими действиями. Это действия террориста. Исключительно. То, что сейчас там решается вопрос о признании России страной террористов, давно надо признавать. Давно. Давно пора признать. Вот мои знакомые говорят, вот Путину не нужно высокоточное оружие. Хрена ему эти ракеты, которые там попадают с отклонением там в полметра, ему не нужны. Он что, промажет мимо города? Он не промажет мимо города. Он что, промажет мимо какого-нибудь там огромного жилого массива? Нет. Вот попадает снаряд в город, отличное оружие. Попадает ракета в какой-то там жилой массив, супероружие. Не нужно ничего точнее, потому что мы ведем борьбу и войну на уничтожение Украины, ее народа, ее инфраструктуры, ее, значит, жилого фонда, больниц, школы и так далее. Наша задача, это я как бы от имени Путина говорю, заставить этих негодяев сесть за стол переговоров, и мы тогда расторгуем эти 125 тысяч квадратных километров, что-то отдадим, а что-то оставим, и заявим, что мы победили весь мир. И тогда я опять удержу свою шкурную вот эту власть. На какое-то время никто меня не свергнет. Все. Поэтому вот удар по Виннице, это просто акт устрашения. Это просто акт мести вот этой подлой, гнусной, мелкой, за то, что они не могут ничего на фронтах сделать. Они просто бьют по мирным людям, по детям, по женщинам. Это конченые сволочи, которым нет никакого названия, кроме там самых отвратительных и гнусных слов, которые они заслуживают. Геннадий Владимирович, вы сказали, когда вот вы произносили вот замечательную образную речь от имени Путина, вы произнесли фразу «меня никто не свергнет». То есть Путин беспокоится о том, чтобы его не свергли. А опасения? Нет, я не беру, так сказать, его фантазмы. А реально, ему есть чего опасаться? Конечно. Военное поражение его может сокрушить. И должно сокрушить. Он же тоже не дурак. Он, конечно, дурак, но не до такой степени. Что-что, а вот это он понимает. Он уже другого, может, ничего не понимает. Может, там психотропные у него, может, там болеутоляющие лекарства, может, что он не я на крыше всех. Это же видно по всем признакам. Но вот это он понимает, что военное поражение будет означать риск для него не только от отстранения от власти, но, может, и вопрос жизни и смерти. Он это понимает. Отсюда его вот эта вот отчаянная террористическая атака, вот этот военный психоз, вот эти все шарахания, вот завтрашный там созыв Думы и Совета Федерации. Он попытается что-то чего-то, мы пока не знаем чего. Поэтому вот это, находясь в состоянии психопатическом, в остром психопатическом состоянии, Путина, конечно, решает только одну задачу, чтобы он не сверг. Для него это смерть подобна, может быть, даже в прямом физическом смысле этого слова. А вот вы упомянули завтрашний день, 15 июля 2022 года, когда все, в общем-то, даже с тревогой восприняли информацию об этом в неочередном заседании Государственной Думы, при том условии, что я напомню, что 6 июля Госдума завершила весеннюю сессию, и разошлась на каникулы. И таких случаев было не так много. 2008 год она собиралась в неочередную сессию для того, чтобы признать Абхазию и Южную Осетию. В 2014 признать Крым, в 2019 бороться с так называемым иностранным влиянием. Это я не беру еще в февраль 2022 года, когда Госдума дала Путину карт-бланш на использование вооруженных сил. А сейчас, ну вот, как вы считаете, никто не понимает, а что сейчас можно решить? Ну почему же нельзя? Ну почему же, значит, ничего нельзя решить? Можно решить, я думаю, что по логике. Вот какие могут быть сценарии? Я не провидец, но просто я читаю, что пишут. Ну первое это объявление о создании союзного государства. Россия и Беларусь и захваченные территории Украины вдруг объединяют срединые государства и подписывают факт о соединенной защите. Любая территория, которая атакуется, типа становится защищаемой всей коалицией территорией. Вот вам, пожалуйста, вот первый акт, который нужен и Думы, и Совет Федерации. Вторая – всеобщая мобилизация. Пушечное мясо не идет даже за большие деньги, его не хватает, он сейчас пытается повязать к губернатору крови то в какой-то Собянинский полк, то еще в какой-то... То есть это... Я в целом говорю, губернатор сразу переходит из категории пособников режима в военные преступники. Ну, хотят, пусть переходит. Это их собственный выбор, мы им ничего не навязываем. Поэтому вот вторая вам всеобщая мобилизация. Но, собственно говоря, третью я не вижу. По поводу второго, позвольте выразить недоумение. Но ведь для объявления чрезвычайного положения, военного положения и соответствующей мобилизации согласно российским законам Госдума не нужна. Путин может это сделать одним ручей... А как? Путин это может сделать своим указом? Он не может сделать своим указом без согласования с парламентом. Ну, если я правильно еще помню, законодательство, часть которой там вот эти ситуации описывают, введение военного положения, чрезвычайная ситуация, введение войны, то есть объявить войну. Я думаю, что там утверждаются эти действия. Ну, дается, значит, в любом случае Совет Федерации добро дает на этом. Он, да, он может издать указ, указ, но потом должно быть одобрение. Я так, если правильно помню, вот эти... Ну, можно посмотреть законодательство. Но мне кажется, там одобрение парламента необходимо. Но... Если он завтра скажет, ребята, мы объявляем войну, правильно ли? Нет, это понятно, что они все возьмут под козырек. Но сейчас вот ситуация меняется ежедневно. Сейчас Путину невыгодно объявлять мобилизацию и военное положение. Потому что это с одной стороны... А ему было выгодно... А простите, Юрий, а было ему выгодно нападать на Украину? А ему было выгодно нарываться на санкции? А ему было выгодно становиться изгоем? А ему было выгодно, что, как это говорит Невзоров, какая вкалом измазал Путина лицо на форуме питерском? Выгодно было ему? Он в последнее время делает вещи, которые его делают хуже Гитлера и Сталина вместе взятых. Еще полпот сюда нужно добавить. Вот. Я думаю, что все-таки в адеквате. Он делает уже не то, что ему выгодно или невыгодно. А он уже попал в какую-то, так сказать, какую-то колею, как вот там человек, совершивший кражу, потом ударивший полицейского, углавший машину, а на машине сбивший кого-нибудь, какого-нибудь ребенка и так далее. Он же все глубже и глубже завязывается, потом еще что-то. Потом выхвативший пистолет и кого-то начавший стрелять. Вот идет он растающий. Он уже не понимает, в какой ситуации он находится. Поэтому Путин сделал все, что он стал мировым изгоем, мировым злом, главной проблемой всего человечества. Еще надо суметь. Надо еще суметь. До войны в Украине он вовсе не был и кровавый. Так, по мелочам, по большому счету. Мы же знаем кровавого палачей современности и прошлого. Путин там явно не дотягивал до этой планки до 24 февраля. Он с 24 февраля стал кровавым. А до этого он уже был герой главной мировой проблемой, главным мировым изгоем, главным этапским человеком, с которым уже начинали презрительно общаться. Поэтому я не ищу Путине здравого смысла. Там есть эмоции, там есть неадекватность, там есть какие-то свои фантомы, которыми он руководится при принятии решений. Как вы сказали, это находится в шоке. Это ни о чем, это не русский язык. Вся элита находится в другом состоянии. Есть очень точное слово, они сами это говорят. Но абсолютно матерное. Я не знаю, чем его заменить. В охрене, я говорю, в охрене только вот матом. Вот они в этом состоянии, с этого состояния не выходят за 24 февраля. Я согласен. Но ведь я почему сказал, что это вообще невыгодно. Во-первых, это будет дикая внутренняя российская напряженность. А во-вторых, объявление войны Украине уже уберет даже любые формальные поводы для предоставления Украине оружия, которое способно поражать цели на территории России. Потому что в случае войны любая военная цель на территории России, она становится законной. Ну, конечно. Но она и сейчас законная. Но не в этом дело. Дело в том, что... А тогда вы мне расскажите, пожалуйста. Тогда уж вы мне расскажите. Хорошо. А чего тогда среди отпуска? Выдергивать этих солдатиков, депутатиков? Выдергивать этих там старых пердунов Совета Федерации? Извините, он там в основном, так сказать, такой остойчик для особо заслуженных консионеров России, которые там в тираж вышли, но еще не до конца. А для чего тогда все это делать? Какой в этом смысл? Что придет Кириенко, так сказать, мистер двойной дефолт и что-то еще расскажет, какие-то важные законы? Я не понимаю, какого тогда рожна, извините за непарламентское выражение, им, так сказать, превращать какое-то экстраординарное событие в свисток от пара, да? Я пока не понимаю, что они там себе играют и Совет Федерации, и воздумы, и там какие-то будут что-то, чего-то такое там, ах и ох должно быть. Если завтра опять пара идет в свисток, то можно сказать, что путь кончился. Просто кончился, все. А вы и этого не исключаете, что все уйдет в свисток? Нет, я и этого не исключаю. Я и этого не исключаю. А уже было. И со всякими там обнулениями, со всякими еще там было, и не один раз. Я не исключаю. Ну посмотрим, что нам осталось ждать, сколько-то, 12 часов? Ну да, осталось ждать окончательное решение. Через 14 часов мы точно будем знать, о чем база. Я вас извиняюсь, перехожу на Миндовскую лекцию. Нет, это понятно, но в этой ситуации, вот опять же я возвращаюсь к тому, что вы сказали опасаться того, что его свергнут. А кто? Вот, ну, зачищено же все вокруг него. Не, 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 не. Это зачищены те, кто его не любят. А те, кто его условно любят, они же не зачищены. Это вот генералы, которые просрали войну. Это вот советники, которые тем же самым занимались. Конечно, он сам это все сделал. Виноват полностью он. Путин. Это его личная война. Это его личная идея. Это все подобно нападает. И кровью повязаны все его подельники, все его инициативы. Мы же видели запитающегося. Сергея Нарышкина, Сергея Евгеньевича, которого неплохо знает, там, последние 40 лет. Сейчас побольше. Это же было показано, публичная порка, что никому не повадно было, что все должны быть повязаны, кроме с Путиным. Поэтому, ну, я в свои жизни сверну. Либо он сейчас должен генералов объявить предателями Родины, мерзавцами, негодяями, развалившими армию и утратившими ее боевой потенциал. Либо генерал скажет, а нам такой чудик не нужен. Он нас подставил, он нас бросил, он нам велел там 150-ти тысячной армии завоевать 40-миллионную страну, совсем старик съехал пупухой. А теперь сейчас он нас объявит врагами народа, нас сейчас снимут с должностей, посадят, отнимут, пытать будут. И что-то еще с нами сделают. А нафига нам это нужно? Мы этому козлу служили верно, мы ему там, его фантазии военные пытались исполнить, а теперь мы еще и виноваты будем? Нет, нифига. Вот свои его и грохнут. Ну, в смысле, отстранят от власти. Но при его мерах безопасности, я, честно говоря, не учусь. Зачищены чужие. Не-не, зачищены чужие. А свои не зачищены. Но он и от своих-то держится на дистанции. Мы же видели это все на фотографии. Ну, я думаю, что столы не помогают в этом случае. К этому самому. Кто там и ты, Брун, да? Пришли в спальню к ЦЖ. К Павлу Первому. Да. Пришли и там зарезали. Причем самые близкие люди, на которых он там. Даже подумать не мог, что они могут что-то против него замуслять. Они его взяли и зарезали. Ну, в принципе, да. Есть такое выражение, что даже при самой серьезной охране переворот осуществляют те, кого охрана обычно пропускает. Это... Либо охрана осуществляет переворот. Ну, давайте вспомним, кто там душил Павла Петровича. По-моему, Павла душили. Да. Его же, так сказать, гвардейцы. Ну, они же его охраняли, они же вот это душили. Говорят, что... Да, но повязанной кровью вот Шойгу. Про Медведева я уж молчу. Не к ночи будет помянутый персонаж. Про Медведева. Надо про него забыть. Человек по-кличке Жалки, который там пытается держаться в обойме на максимальном идиотизме жестокости края. Ну, придурок он и есть придурок. Ну, а такие, как Патрушев, Бортников, Нарышкин, они повязаны уже, что называется, полностью. Им-то это так теперь зачем? Им только с Путина заплатили держаться. Патрушев позвонит Берн в Соединенные Штаты Америки и скажет, слушай, если я этого казна устранил, дайте нам личные гарантии. Если уж Гиммлеру хотели давать там в 44-м году, я тоже не Гиммлер все-таки. У меня концлагеря, в лагеря смерти не существует. Я там военные, зверство творили, а я-то нормальный. дайте мне гарантию личной безопасности, я решу вопрос Путина. Кто знает, когда они поймут, что он несет им всем смерть и гибель, что-то они сделают. Никто же не хочет досрочно врать. Они только хотят, чтобы там десятки, сотни или тысячи людей, или миллионы погибли, защищая там право Путина управлять страной и воровать вместе своей кликой. Они-то, например, они-то помирать в стране не хотят, никакая жизнь потеряется. А сейчас-то, тем более, вот у них сейчас такое-то... Ну, сейчас они понимают, что, конечно, вляпались по полной программе, но уже поздно. А так у них жизнь была как в Соколаде. Как в том числе? Они очень не оценили. То, что там миллиард погибли, ладно, что там было, бабы еще нарожают, может быть. А мы-то должны жить. Не мы же будем погибать. Психология такая. Вы сказали, миллиард погибнет. Означает ли это, что вы намекаете на то, что Путин может отдать приказ на применение ядерного оружия? Ну, а почему нет? Конечно, маловероятно, но он вроде не готов морально-мисхологически сам отправиться к родцам. Потому что я вас тоже предупредили. Ты будешь там выпендриваться, попробуешь навести ядерный удар тактическим оружием. Ну, хорошо. Ты знаешь, что там на бункер, когда там строили, бетончик, так сказать, ослиные, так сказать, мочу подмешивали, там тылили цемент, тылили гравий, еще что-то там, железо. Это не того калибра. Смотри, у нас там и хорошее убежище пробивает до глубины 2 километра, а что это на глубине 300 метров, мы как-нибудь прям по тебе и шибанем. Давай. Хочешь на в рай? Ну, давайте, терапись, мы тебе поможем. Его предупредили, что удар будет по штабам, по бункерам. Ответ не сразу. Поэтому вот у него, как бы так сказать, четкое понимание, что он может начать, я говорю, да, он и грозит, они постоянно к этой теме возвращаются. Но ценой будет и его, собственно, пока он не готов ее терять. Может быть, это и есть пока гарантии неприменения ядерного оружия. Но рука-то все время, так сказать, кнопки красные тянется. Смотри, я безумен, я как бы сейчас вот нажму, как они полетят, а как они взорвутся, и мне плевать, чтобы со мной после этого сделать. На самом деле нет. Но тем не менее, ситуация очень серьезная, да, эксперты пишут, что мир сейчас стоит ближе. Ядерная война чуть ли не ближе, чем он стоял в Карибском кризисе. Да, это, что называется, сейчас действительно об этом говорят, что мир сейчас подошел к очень опасной черте. Там все уже было готово, и там уже осталось только ядерные силы начать переводить в боеготовность. Танки стояли, пушки стояли, все полки там, дивизии были по боевой готовности номер один выстроены. Все были готовы уже в угол поцепиться по сторонам вот этой разделительной линии. У меня жена из семьи военных, она еще ребенком помнит вот эту ситуацию, когда их там куда-то увозили, прятали в какие-то подвалы. Все серьезно думали, что начнется. Ну, слава богу, что там тогда еще умнее люди были во главе государства стояли, американского и нашего. И все-таки там все это закончилось благополучно. Мы это уже из истории знаем. А здесь мы еще истории не знаем, мы ее только наблюдаем, мы только делаем, но только в ней участвуем. Или являются заложником этой истории. Кому как повезет. Геннадий Владимирович, я прошу прощения. Но додавливать Путина надо сейчас. Если его сейчас заставить победителем, хоть какой-то там номинальный, формальный, это заразить, подготовить войну следующую уже с применением ядерного оружия. И все силы он сейчас бросит на две вещи. Наводнение страной оружием любым, которое убивает. И отрытие себе бункера на глубину, которая не позволяет ядерным зарядам туда проникнуть. Вот вначале ядерный бой. Ну что? Юрий, одну секундочку, у нас есть звонок. Давайте примем звонок. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Я вам вот такая хочу так поставить вопрос. Вот Запад говорит, если только Путин даже попытается что-то сделать с ядерным оружием, мы за этим очень четко следим. И ни один бункер его не спасет. У нас есть такое оружие, что достанет его в любой момент. И всю цепочку, по которой будет проходить приказ, мы все это прослеживаем и сразу, мгновенно на это отреагируем. Но просто, чего же Запада вообще так боится, что Путин применит ядерное оружие? Если он, кто кого шантажирует больше, Запад Путина или Путин Запада? Если Запад так не боится, почему он не закроет небо над Украиной? Почему он не прекратит ракетные бомбовые удары? Вот такой у меня вопрос. Спасибо. Понятно. Геннадий Владимирович. Запад не может действовать безрассудно, как-либо, в отличие от Путина. На Западе правительство, которое контролируется народом, они избираются, они меняются. Уходят президенты, уходят даже популярные политики, например, Борька Солнцена. Поэтому Запад не может действовать безоглядно, не просчитывая последствия. Вот и все. А Путин может. И в этом его преимущество. Потому что 140 миллионов заложников или 145 миллионов заложников смотрят, а что с ними сделают их сумасшедшие лидеры. Они никак не могут повлиять на это. И поэтому Запад просчитывает все риски. Да, он контролирует, да, он сведет, да, он готов к ответному удару. Да, никто не хочет этого. Но вступать с антажом Путина, который начал ядерный с антаж первым, безусловно, нельзя, иначе ты проиграешь. Поэтому Запад вынужден балансировать на грани дозволенного и разумного. А Путин, вот он у нас отвязанный там. Поэтому мы предупреждаем, что отвязанный это отвязанный, но чтобы они по тебе. А закрытие неба постепенно происходит. Мы же видим, что сейчас системы ПВО и ПРО поставляются в Украину. Они сейчас успешно сбивают значительную часть ракет. К сожалению, не все. К сожалению, не все. И, к сожалению, не везде стоит система ПВО и ПРО. На той же Виннице не было, потому что никто не предполагал, что этот, так сказать, безумец ударит ракетами исключительно методом кварталу. Но он ударен. Поэтому здесь не понимаете, шпана все время имеет право на первый удар ножом, на первый, так сказать, удар в пах, там и куда угодно. Вот мы должны с этим, с этой психологией, не то, что умириться, мы должны психологию понимать. Мы не можем действовать как шпана, в отличие от Путина, который действует именно так. Обратите внимание, что сказал Медведев. Медведев привел пример, что вот когда там в детстве тебе вот там есть ты первый на ночь удар, вот, типа, ты, у тебя есть больше шансов там защитить отстоять себя. Они, вот эти вот шпана питерская, да, вот эти все, они шпана. У них вот костюмы от Бриони, а нутро шпаны вот этой дворовой. И они вот эту вот психологию шпаны сделали государственной политикой. И поэтому, конечно, со шпаной очень сложно общаться по правилам, которые установлены в мире для коммуникации народов и государств. Ну, я бы так сказал. Поэтому потихонечку страх проходит, потихонечку поставляет наступательное вооружение, поставляет ракеты, поставляет системы ПРО, ПБО. Ну, будем надеяться, что и самолеты появятся, боевые. Я хочу добавить вот что. Дело в том, что на самом деле не существует в мире абсолютной системы противоракетной обороны. Поэтому на Западе, даже если одна боеголовка прорвется, это будет очень серьезно. Для Путина, даже если, извините меня, вся европейская часть России будет стерта в ядерный пепел, да ему плевать. Вы понимаете, вот в этом, к сожалению, перед ним преимущество. Потому что на Западе каждая человеческая жизнь важна. Для Путина и миллион потерь. Ему плевать. А что касается закрытия неба над Украиной, опять же, здесь до тех пор, пока Путин официально не объявил войну в Украине, закрытие неба, это означает принимать участие в войне. Понимаете? Поэтому сейчас Украине поставляется именно советское оружие, на чем украинские летчики, например, они натренированы. А это нужно время для этого. Или привлекать летчиков стран НАТО. А это уже ввязывание НАТО в конфликт. Вот почему они не закрывают Ниндзю. Как-то вот так. Так, ну, если звонков нет, тогда у меня есть один вопрос, Геннадий Владимирович. Дело в том, что Путин, как известно, подписал закон обведения так называемых специальных мер в экономике. То есть без объявления войны, без мобилизации экономика переводится на военные рельсы. То есть теперь правительство получает право вводить сверхурочный труд, в принудительном порядке привлекать компании к выполнению госзаказов для нужд армии и так далее и тому подобное. К чему это приведет? Как вы считаете? Да нет, закон, я думаю, что он против направлен не... Экономика и так переведена на военные рельсы. Закон, я думаю, что этот, он для защиты подрядчиков, которые боятся попасть под санкции. многие не хотят связаны с военнопромышленным комплексом сейчас, с всякими орудиями смерти, свою судьбу, свою компанию, свои подряды, им и деньги не нужны. Поэтому многие компании, не то, чтобы они не могли участвовать, им нужны какие-то законы основания, они не хотели, чтобы, допустим, с каким-то условным Ростехом сотрудничать, с которым там 3 тысячи предприятий, там сколько, 3,5 тысячи. А нафига им сотрудничать, потом попадешь под санкции и всю жизнь будешь под этим санкцием находиться. Поэтому я думаю, что это закон как раз попытка вот законодательно заставить их брать подряды, чтобы им деваться было некое. Ну и может, может быть, в будущем они скажут, так, куда он деваться? Военное положение ввел, ответственность уголовная ввел, мы работали на военно-промышленный комплекс. Тогда Бутробиан прикроется кто-то этим законом. Мне кажется, специально сделано для тех, кто боялся подводить этих санкций и не хотел сотрудничать с государством в военном сфере. Мне кажется. А то, что там сверхурочное, да, не так себе работали. Кто у нас, Иван Ильич, кто у нас соблюдает трудовой кодекс? Скажите мне пальцы. Я вас не... Практически никто. Ну, практически никто. есть трудовой кодекс, этого трудового кодекса. Есть там защита, но у нас профсоюз нет. Смотрите, что же здесь собачьи бои? Да ни одного профсоюза нет, эти же болезы сидят там. Как они называются? Я же забыл, как они называются? Профсоюзы России независимые, НПР, независимые профсоюзы, НПР. Да, 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 болезы. Откровенные соглашательные. Ничего не искажают, они все скажут, что это все от Бога, все это сказать, все раса Божия, что хочешь с ними делать. Поэтому там, я думаю, что это просто лекарство пытается противоядить от санкций, таким образом найти, но вовсе не там, чтобы по закону нарушать права работающих. Прошу прощения, господа, у меня есть еще один звонок. Давайте. Добрый день, вы в Сирии? Да, здравствуйте. Объясните, пожалуйста, почему вы считаете, что если закрыть небо над Украиной, это значит, не знаю, выпад против Путина, если закрывает небо над Израилем, это значит, что объявление войны этим агрессором? Объясните, пожалуйста, мне это непонятно. Спасибо. Да что тут непонятно? Путин от Гитлера отличается к самым главным. У Гитлера не было ядерной бомбы, а у Путина она есть. И поэтому Гитлера зажали в этом бункере, он был вынужден там отравиться, самоотравиться с тем, чтобы избежать позора. А Путина прижать в бункере не удастся, если там только внутри его сами элиты не сожрут, и Путин пока ни в ГАГу не поедет, никуда. Поэтому, конечно, относиться к сумасшедшему лидерам, владеющим вторым арсеналом ядерного в мире, нужно с известной долей осторожности. Потому что, ну вот, вот есть Кобра, Кобра, да, ну ее же можно обезвредить, да, нужно соблюдать технику безопасности. Ну вот Путин сейчас не Кобра, а там змеюшник, гадюшник, который там ядерный Кобра, тысячи штук. Ну надо как-то с ними осторожно, что-то там на руку вставать. Поэтому, вот только и все, поэтому проблема сейчас мировая такая, что надо что-то делать с ядерным оружием, когда они попадают в руки отмороженных, диктаторских, авторитарных и прочих стран. Если позволите. Будет речь идти о мировом, новом мировом устройстве, мирового порядка и безопасности, потому что это тоже никуда не годится. ООН не выполнена задача, мы видим снова серьезную войну в Европе, которая грозит перерасти в ядерное апокалипсис. ООН не выполнена задача, он должен быть реформированный и должны быть изменены принципы мировой безопасности. То есть мы хотим сохранить цивилизацию и обеспечить человечеству прогресса, а не уничтожение. самоуничтожение. Я бы хотел уточнить вопрос нашей радиослушательницы. Она вопрос задала так. Почему закрывая небо над Украиной мы говорим об объявлении войны России и тем не менее закрывая небо Израиля никто не объявляет войну Палестинь? Вот тут я, если позволите, отвечу. Дело в том, что Израиль закрывает небо самостоятельно. Он не привлекает сторонние государства. Израиль, я напоминаю, находится уже 70 лет в состоянии войны с той же Сибири. До сих пор. Поэтому в данной ситуации это не вполне корректное сравнение. Вся подлость путинской войны в том-то и состояла, что сейчас Украину бомбят тем оружием, которое Украина отдала России. Вот в чем дело. Понимаете? Поэтому для закрытия неба над Украиной это необходимо передать, не просто передать оружие. Понимаете, уже вся Европа поскребла по Сусековой передала НИГИ и СУШКИ советского производства. Не передала, Юрий Радуфович, не передала. Там оказался веоника израильская французская. Французы еще были готовы, там не передала. Потому что Израиль оказался передавать свою веонику. Я думаю, что еще не мешало бы напомнить нашей радиослушательнице о размерах Израиля и размерах Украины. Поэтому скрыть не было. Нет, нет. Ну давайте мы не будем обманывать наших слушателей и зрителей. А почему? Ключевая проблема, ну потому что мы все равно лукавили. Размеры. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Когда была война между Израилем и арабскими странами, когда на это маленькое государство напала там целая куча, они летать сами не умели. И Советский Союз предоставил не только самолеты, но и летчиков. Но никто никогда не говорил, что Советский Союз участвовал в этой войне. Почему же в этом случае на полных странах считается, что они участвуют? чего-чего, на чьей стороне участвовал Советский Союз? Простите, пожалуйста, Советский Союз. Вопрос был о том, что участвовал Советский Союз, помогал арабским государствам воевать с Израилем, и российские и советские летчики летали, и там выполняли боевые задачи. Никто не говорил, что СССР воюет против Израиля. Да, нет, это правильно. Вот это и был вопрос, а почему сейчас типа? Ну, опять-таки, Потому что на тот момент не было у Израиля ядерного оружия, и в данном случае вот эта операция Рима-20, когда звено капитана Йорченко было просто уничтожено за 6 минут при помощи «Миражей фантомов», а «Миги» все были сбиты с сухим счетом. Да, это правда, да, это так оно и было. Нет, она говорит, почему не участвуют западные летчики в поддержке Украины? Потому что ядерное оружие. Да. Пока вот есть риски применения ядерного оружия, вот Запад будет соблюдать на стороне. Это неизбежно. Один-единственный фактор, я же говорю, вокруг ДОК все ходит. Ядерные бомбы, ядерный арсенал. Способен уничтожить там часть цивилизации, приличную часть. И с этим надо считать. Ну, у нас же есть вся партия так называемого умиротворения, да, она не потому, что Путиным прокупленные деньги от нее получают, а потому, что люди боятся, что, ну да, сейчас вот жертвам 100 тысяч погибло у Путина, там 50 тысяч погибло в Украине, предположим, а если погибли миллиарды, вот вот эти люди, которые там пытаются как-то что-то, чего-то, вроде бы не в мазь сделать, они боятся только одного, а что погибли миллиарды, тогда что будем делать, а имели мы право там действовать так жестко, что погиб миллиард, или не имели, но я-то хорошо понимаю, я понимаю человеческую заботчность вот этого, но я могу сказать, что если Путина сейчас оставить, тогда точно миллиард погибнет, то есть сейчас еще вряд ли, а вот если ему дать, так сказать, насладиться какой-то там победой, выдавать ее за победу, вот там-то точно уже будет тогда ядерная война с миллиардом погибшим в лучшем случае, поэтому, как говорится, вот сейчас нужно, сейчас надо давить, чтобы как раз этот миллиард не погибли, но они все это понимают, и все равно они все равно боятся, все равно действуют с опаской, все равно действуют с осторожностью, и осуждать нельзя, это легко Гуткову сидеть перед камерой и говорить, а вот так, вот так, вот так, а Байден отвечает, американский народ за 330 миллионов жизней, там Шульц отвечает за жизнь 86 миллионов немцев, Макрон отвечает за 60 с лишним миллионов жизни французов, те, кто населяет эту страну, и так далее, они отвечают, они понимают, что если, не дай бог, чего, то последствия могут быть ужасны, поэтому здесь они постепенно снимают эти барьеры и страхи и психологические комплексы, ограничивающие помощь и активность на полях сражения в Украине. придет и еще один звонок, господа, прошу. Да, Говорите, пожалуйста, Добрый день. Путин сегодня подписал не только ужесточение экономических законов, но и ужесточение наказания за предательство против России. Но, во-первых, вот это дело может попасть любой гражданин России, который, в общем, сказка, Коряло высказывался по отношению к этой войне или там к российской армии. Это первая часть вопроса. И вторая часть вопроса. Коллаборантские силы Запорожской области объявили сегодня о том, что они на начало осени планируют о том, чтобы часть Запорожской области или вся Запорожская область прошла в состав России. Как к этому отнесется к Западу? Это ведь аннексия. И как, в общем-то, Запад к этому отнесется? Это проглотит в очередной раз или как? Спасибо. Я прошу по радио. Спасибо. Во-первых, вопрос, что там комментируют. Понятно, что принят закон. Да. Драконовский, очередной драконовский закон. И любой может попасть под его действия. Будут развязаны по всей стране репрессии. Я давно говорю, что страна скатывается к массовым репрессиям, к счёту, который будет уже на десятки тысяч, сотни, тысяча, а может, миллионы. Всё будет зависеть от сколько Путин будет сидеть на этом своём троне. Чем больше и дольше он будет сидеть, тем больше число будет репрессированных и пострадавших людей. Поэтому тут не вопрос, а вот комментарий, но вот он такой, да, увы. Когда в десятом году я говорил, давайте ребята, что они сделают, чтобы сбежать ГУЛАГ-2.0, говорили, Гудков-то там это, говорили, да не заговаривались, мы, конечно, тебя уважаем, вот, но всё-таки такого быть не может, поэтому давай там людей не запугивай. Ну вот, прошло 12 лет, что там запугивать? В первом ГУЛАГ-2.0 на пороге стоит. Что касается второго вопроса, сейчас у меня будет всего с головой одно ключевое слово. По поводу Запорожья и Эннексии. Да, про Запорожье и Сорвы, да. Как к этому отнесётся мировое сообщество? Ну как, поставить ещё больше Хаймасов. Ну, никто это признавать не собирается. Сменички. Поставить больше Хаймасов, поставить больше ракет, больше Гаугайсов. И пусть они там что хотят, то объявляют. Огневые удары они заставят их выйти. Это в лучшем случае. Это в лучшем случае. И кто там ничего признавать не будет. Запад пойдёт сейчас до конца, но может слышать заявление Ли Страсс, министр иностранных дел. Борис Джонсон ушёл, а дело-то его живёт. И оно не только живёт, оно ещё будет ужесточаться. И Ли Страсс заявила, что если она станет премьер-министром, шансов не есть на это. Особенно после самотвода одного из лидеров, консерваторов. Но вот он сказал, что она добьётся военного поражения Путина. А британцы стали, словом, на ветер не бросать. какую они огромную роль сыграли в разгроме Гитлера. Может быть, в разгроме Гитлера Путера сыграли такую же роль. Да, но, кстати, вот у нас буквально три минуты остаётся. А в этой связи вот как раз как вы оцените признание Ким Чен Ын ДНР, ЛНР. Это куда лезет. было время анекдот, да, помните, был такой анекдот, когда там, по-моему, Никарагуа или кто-то там типа такого признала Южная Осетия. Говорит, а как же она признала Лакангард? Бананова Республика не могла признать Мандариновой Республики. Вот как один людоед мог не признать другого? Поэтому совершенно понятно, что это и позорно, это и стыдно, это и смешно. Это и понятно, что бессмысленно. Бессмысленно. Но еще надо было, что государство Вануата, я не знаю, как оно относится к России, но Путин считает его чему-то великим союзником. Я, правда, не знаю точно, где оно на карте, но я могу посмотреть, чтобы в следующий раз быть более подготовленным. Ну и Эритрея. Если сейчас еще Эритрея и государство Вануата станут, в этот взгляд, великие дипломатические державки, окажется, будут полностью удовлетворены. А больше всего, так сказать, будет смешно, конечно всем тем, кто-то немножко понимает в том, что безумные, так сказать, династии Кимов, которые там с отмороженной головой уже 7-70 лет там чморит свой народ и стал мировым изгоем, мировым злом, мировым мировым лузером, признают какие-то там страны. Сидит там не вякай, на бронепоезде ездишь, чтобы тебя там свои же там не замочили. Какая страна такая Северная Корея? Что это? Ну, там еще Южная Корея с ней как-то еще пытаются вести диалог, а больше про нее все забыли. Забыли все, нет такой страны. Да, у нее есть озерное оружие. Ну, говорят, что там две боеголовки есть. Ну, видимо, для себя держит, для самоподрыва. Чтобы застрелиться. Да, на одной он светит, а вторую он точит. Ну, да, видимо, да, видимо, чтобы, как говорится, без боли. Ну, да. Сгорел и сгорел за, 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 за три миллисекунды. Ну, и ладно. А что он еще может с этим боеголовком-то делать, если у меня там есть один? Ну, они же доберутся, сейчас вот война закончится, такие мы доберутся, на всех доберутся, у кого есть ядерное оружие, кто там нам проверяет. Это да. Геннадий Владимирович, к сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Спасибо вам огромнейшее за интереснейшую беседу. Спасибо вам, дорогие зрители, за ваши замечательные вопросы. Спасибо вам, Анатолий, за помощь в проведении эфира. Друзья, я напоминаю, что вы слышали точку зрения российского политика экс-депутата Государственной Думы Геннадия Владимировича Гудкова. Но я напоминаю и другое. Выводы делать только вам. До встречи, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok